Она это увидела только после того, как я живым пришел. То есть, 100% выигрышное дело у них должно было быть. А здесь пришел живым и выиграл. Как так? При таких обстоятельствах, конечно, производство по настоящему делу подлежит прекращению. Все логично. Только завуалировано все. В этом и заключается театр абсурда всех судов Российской Федерации. Интересная театральная постановка. Я ни разу паспорт не показал. То есть, вот так вот я ехал. И, короче, я два часа дожидался полицию. Повезли на безоплатную экскурсию по закрытому городу, в самый центр города. Тут на месте составили протокол. Антон Николаевич, вы хулиганите в Сургуте. Бойко ушла опять в бойкот. Ну, то есть, в отпуск. В итоге назначили Елене Петровне. Вот вам весы. 15 должностных лиц посчитали, что правонарушение есть. Только я один доказывал, что его нету. То все встало на свои места. Это божье проведение. Благодаря Холькину Олегу Викторовичу, безоплатно, совершенно даром, с тремя экскурсоводами проехался по закрытому городу Новоуральску, а они вместе помогли высветить вот этих всех должностных лиц. О, как получается. Просто сбросило трубку. Я им дал срок до 25-го. Ваши действия будут расцениваться как мошенничество. Ответ пришел ровно через сутки следующего рабочего дня. Вот эту чушь пишут ради того, чтобы закрыть дело. По тем или иным причинам не достигло желаемых целей. Слушайте, я по всему Новоуральску катался. Как не достиг? Я был в закрытом городе? Или они просто решили не связываться с живым? Где-нибудь видели, чтобы запросы судов игнорировались? И Росреестром, и ОМВД. Я такое впервые встречаю. Там даже никто не слышал о таком принципе невиновности. А тут она раз и всплыла. Презумпция невиновности, окажется, есть. Просто взял и решил попробовать тему живых. Включил и пошел до конца. И выиграл дело. И это сработало. Я сам удивился. Ты по-любому проиграешь этот суд. И твоей персоне назначат штраф. Однако нет, не получилось. Теперь я хожу вот в эти так называемые суды. Как на самый любимый аттракцион. Вот теперь я туда хожу с удовольствием. Мне теперь там нравится. Благодарствую вам всем. Всем привет. Сегодня я вам покажу решение так называемой судьи Королью Елены. Петровны, которая удалось получить с большим трудом. Несмотря на ее слова, что она отправит на электронный адрес. Под одним из моих видео был вот такой комментарий. Интересная театральная постановка заставила заинтересоваться темой живых суверенов. Но сам суд разбирательства было очевидно выигрышное. Это ведь понятно, ничего не нарушал. И выиграл не потому, что отрекся от личности, имея при этом паспорт. То есть добровольно являясь гражданином РФ. А без гражданства слабо. Как этому учат живые? То есть выразили сомнение, что... Во-первых, все происходило без паспорта. Я ни разу паспорт не показал в зале заседания. Только на входе, на первое заседание. То есть в день, когда происходило первое заседание, только на входе этим приставом. И то я сказал, что это не я, это живой, а это паспорт персоны. А я учредитель и бенефициарий данной персоны. А в самом зале ни в первый день, ни во второй я не показывал. В день второго заседания я вообще ничего не показывал. Никакой документ. Ну и дальше буду разбивать вот этот миф, что дело было 100% выигрышное. Сейчас вы сами убедитесь, что оно было 100% проигрышное. Ну и я ответил на такой комментарий. Специально для таких, как ты, готовлю новое видео, где полностью описываю предысторию, показываю решение, с каким трудом я добился его получения на электронную почту и доказываю, что это дело было с проигрышным на 99,99%. Но я его выиграл. Значит, показываю на карте. Это город Сургут. Находим город Екатеринбург. Недалеко от него находится Новоуральск. Вот это то самое озеро, вокруг которого я решил поехать. Ехал я со стороны деревни Мурзинка. Вот по этой дороге. Вот так вдоль жидой путей. И понятия не имел, что тут какой-то закрытый город имеется. Вот на этом повороте навигатор меня повел не вот в эту сторону. Но я думаю, я там все равно бы это, рано или поздно бы набрел на какой-нибудь пост. Потому что, ну, скорее всего, здесь тоже закрытая территория. А навигатор меня повел как раз вот через то самое КПП-4. То есть вот так вот я ехал. Вот это шлагбаум ЖД переезда двойного. Здесь машины везде стояли. Ну вот на схеме покажу. В желтом нарисован путь следования на велосипеде. То есть я проехал ЖД пути. Вот здесь были какие-то вороты, которые почти не видно было. Вот это само здание КПП. Одноэтажное маленькое. И вот здесь стояли несколько охранников. И как только я проехал вороты, меня остановил охранник. Сказал, мужчина, вы куда едете? Я остановился, естественно. Он говорит, тут типа закрытая зона. Ну, аудио у меня есть. Всего произошедшего. Поэтому у меня есть доказательства, что я его два часа пытался убедить и рассказать, что я ничего не нарушил. И говорю, я сейчас просто развернусь, да поеду обратно. Он говорит, нет, у нас тут типа видеокамеры. Сейчас уже полицию вызвали. Ожидайте. И, короче, я два часа дожидался полицию. Как выяснилось потом, вот этот земельный участок, на котором находится ЖД и само КПП-4, оно находится на земельном участке, который не входит в территорию ЗАТО. То есть закрытое административное территориальное образование. То есть я не доехал до ЗАТО 26 метров. То есть вот так это выглядит. Вот шлагбаум, вот ЖД-переезд двойной. Тут никаких знаков нет, что это КПП, предъявить документы, ну и всего остального. Об этом я говорил в видео. Даже знака запрещено, либо стоп, нет. Вот тут есть какой-то стоп-контроль, но это касается водителей. Ворота Настеж, шлагбаумов нет. Ну, какой-то обычный заезд. В Сургуте много таких вот картин, можно увидеть. Это обычно какие-то складские помещения, оптовые базы или что-то в этом роде. А так выглядят КПП другие. То есть тут хотя бы вот стопся, это сигнал есть, что нужно остановиться. Это тоже другое КПП. Водитель предъявил документы. И это другое КПП. Зона действия КПП, въезд строго по пропускам. А на четвертом КПП ничего подобного нет. Через два часа приехала полиция. Составили там какие-то объяснения, акт. И, в общем, меня посадили в Бобик. И повезли на безоплатную экскурсию по городу Новоуральску. По закрытому городу Новоуральску. Я еще до начала свидетельствия заседаний прикалывался и говорю, а прикиньте, если я выиграю, то получится то, что мне безоплатную экскурсию устроили по городу Новоуральску. В общем, они меня повезли вот отсюда. И вот так вот, вот этим путем мы проехали в самый центр города. Вот это фонтан. Вот так это выглядит, прямо в центре города. Какое-то здание. И у них прямо вот здесь вот отдел полиции находится. В правом крыле. Тут на месте составили протокол. Отпечатки пальцев не взяли. Фотографироваться я позволил. Пожалуйста, фотографируйте. Ну и все, оформили протокол и отвезли обратно на КПП. На КПП я сказал полицейским благодарству. Их там было трое. Я им всем руки пожал. У меня к ним претензий нет. Хотя я их тоже пытался уговорить. Давайте без протокола. Вы же сами видите, что нет нарушения. Они говорят, ну мы ничего не можем сделать. И все такое. Тоже есть аудиозапись. Более того, начальник дежурной части мог отклонить данный протокол. То есть отменить его по законам РФ. Не усмотрев состава правонарушения. Однако он усмотрел состав правонарушения. И эти трое полицейских усмотрели. Я тут написал список всех должностных лиц, которые считали, что состав правонарушения есть. Их получилось 15 должностных лиц, как минимум. Ну в первую очередь это охранники Атомоохрана, которые присутствовали. Это непосредственно на Холькин Олег Викторович. Еще три охранника. Сотрудники полиции. Вот они трое. Дежурной части, который мог отменить протокол за отсутствие состава правонарушения. Он этого не сделал. Он дал ход делу. Заместитель начальника тоже мог это все отменить. Он этого не сделал. Он дал ход делу. В РИО начальника полковник полиции тоже дал ход делу. Все это не передали мировому судье Новоуральска. Тот не усмотрел нарушений в протоколе. Хотя там дата... Там вообще протокол составлен на несуществующую персону. Дата рождения указана не персоной Булгаков Антон Николаевич. И номер паспорта тоже указан не тот, который принадлежит персоне Булгаков Антона Николаевича. При этом в материалах дела присутствовала и форма 1П, и выписка из РАИБД, и все паспортные данные, короче, все. Вся информация. Они все вытащили. Они даже спросили меня, а, Антон Николаевич, вы там типа хулиганите в Сургуте? То есть они увидели по запросу из базы данных, что была статья за хулиганством у персоны Булгаков Антона Николаевича по 20.1 КАПРФ. То есть все у них, все сведения были, но при этом они, я не знаю, может они специально неправильные данные указали, может они мне посодействовали. Но несмотря на две конкретные ошибки в протоколе, мировой судья Новоуральска, Жиряков Александр Владимирович, принимает к рассмотрению материалы дела и направляет в Сургутский городской суд. В Сургутский городской суд это все приходит в размере 35 листов. Дальше происходит чехарда. Я ее описал в своих документах, можете почитать. Документы, приложенные к предыдущим видео. Дело попадает к поседателю Сургутского городского суда, Шерстобитову Олегу Викторовичу. Это тот самый Шерстобитов, который незаконно перевел судебное заседание первое над прокурорами города Сургут и Хмава в закрытый режим. После чего приставы начали скидывать женщин со скамеек, поднимать скамейки вместе с женщинами. Он тоже дал ход делу. По идее дело должно было попасть король Елена Петровна сразу. Но почему-то оно по необъяснимым причинам попало к бойкот Дарья Александровна. Про нее тоже есть видео, как она закрывалась в кабинете два года назад, и от меня в том числе, вместе с судебными и приставами закрылись они и вообще не хотели с нами разговаривать. То есть закрыли доступ к правосудию. Она вот как раз, Дарья Александровна, она не усмотрела тоже никаких нарушений в материалах дела и приняла их к производству. То есть смотрите, вот из 14 человек никто, они все были за то, чтобы назначить наказание. Они все считали, что правонарушение есть. Елена Петровна тоже сначала считала, что правонарушение есть, потому что по какой-то непонятной причине Байкова ушла опять в бойкот, ну то есть в отпуск. А на время ее отпуска дело передали король Елене Петровне. Хотя там тоже чехарда такая, по идее его дело не должно было вообще передаваться Елене Петровне. То есть я подозреваю, что они футболили это дело кто как мог куда угодно, лишь бы это не мне. В итоге назначили Елене Петровне. Она тоже не усмотрела нарушений в материалах дела и приняла дело к производству. Всего назначили заседание. А король Елена Петровна два года назад вынесла неправосудное решение в отношении управляющей компании по лифтам убийцам. Восемь лет весь город ездил на опасных лифтах, а она им вынесла устное замечание. То есть вот вам весы. 15 должностных лиц посчитали, что правонарушение есть. Это как минимум 15. Если в материалах дела поковыряться, кстати, потом материалы дела выросли до 117 страниц. Сейчас после принятия решения, я думаю, там уже больше одного тома, то есть больше 250 страниц. Вот вам весы. 15 должностных лиц посчитали, что правонарушение есть. И только я один доказывал, что его нет. Нет состава правонарушения. Ни события, ни состава. Но я давил именно на состав. Но все равно я сразу говорил, что это какое-то проведение, потому что я не понимал, за что мне дана эта ситуация. А потом, когда я в итоге вышел на король Елены Петровны, то все стало на свои места. Это божье проведение. Проведение Творца. Вот выражаю отдельную благодарность охраннику атома охраны Холькина Олегу Викторовичу. Вот ему наверняка еще за это премию выписали. Материальная и моральная от меня благодарность. Благодаря Холькину Олегу Викторовичу я безоплатно, совершенно даром, с тремя экскурсоводами проехался по закрытому городу Новоуральску, посмотрел его достопримечательности, познакомился со всеми этими людьми, очной и завочной в том числе. И в итоге вышел на король Елену Петровну. Я очень обрадовался, когда узнал, что будет именно король Елены Петровны. А король Елены Петровны отдельная благодарность тоже. То есть Холькин Олег Викторович помог мне высветить король Елены Петровну. А король Елена Петровна, в свою очередь, помогла мне высветить Холькина Олега Викторовича. А они вместе помогли высветить вот этих всех должностных лиц. Вот как получается. Благодарствую вам всем. В общем, после второго заседания, как вы все слышали, король Елена Петровна сказала, что пришлет на электронный адрес решение. Однако прошло 4 дня, и второе заседание было 16 ноября. Решение должно было быть изготовлено 19 ноября. 20 ноября я позвонил секретарю, и она просто бросила трубку, услышав, что звонит живой мужчина, хозяин имени Антон. Да. Алло. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Живой мужчина, хозяин имени Антон. Что там по поводу постановления? Алло. Ну, я, конечно, рассмеялся на такое поведение. Но решил не бездействовать, а дать знать, что я недоволен таким поведением помощника или секретаря должностного лица, король Елена Петровна. Написал вот такое письмо. Добрый день, король Елена Петровна. Вы 16 ноября 2020 года под видео заявили, что предоставите решение о прекращении дела такого-то на электронный адрес. 4 дня прошло. Письма от вас нет. Трубку по телефону не берут. Сделал более 10 звонков. На 11 раз девушка бросила трубку, как только услышала живой мужчина, хозяин имени Антон. Я еще потом 5 раз звонил, она вообще трубку не брала. Если кто-то думает, что это что-то сверхъестественное, то я напоминаю, что у меня есть 5 видео, как я за один день в прямом эфире делал 81 звонок во все инстанции, чтобы получить подобное решение по другому заседанию. То есть весь день я сидел за компьютером и постоянно совершал звонки всем. И судям, и помощникам, и в ККС, и в суды, и в прокуратуру, и в приемную президента, и депутатам. Всем звонил. По всем уровням. Но в основном в Сургут их мало. Чтобы добиться получения решений, которые по закону мне должны были выслать очень давно. Здесь я решил больше 15 звонков не делать, а решил написать вот такое письмо. Напоминаю вам ваши же слова и хочу получить решение по данному делу на электронный адрес такой-то, а также заказным письмом по почте на имя персоны Булгаков Антон Николаевич. Незамедлительно в течение трех дней до 25 ноября. Со дня вынесения решения. 19 ноября. Дело в том, что по закону решение изготавливается в течение трех дней, а дальше у них есть три дня, чтобы отправить заказным письмом, либо на электронную почту. Соответственно, от 19 раз, два, три. То есть, 24-го примерно в 12 часов, это крайний срок. Я им дал срок до 25 ноября. Все по закону МРФ, который они обычно, в 99% случаев, обычно нарушают. В случае невыполнения вами взятых на себя обязательств и непредоставления решения, ваше действие будет расцениваться как мошенничество. Слово «мошенничество» взято из канонов позитивного права. Они теряют статус полностью весь свой, когда занимаются мошенничеством. С уважением, живой мужчина, хозяин имени Антона. Ну и ссылка на видео, как доказательство. То есть, я на исполнение дал 4 дня. Ответ пришел ровно через сутки следующего рабочего дня. То есть, ну там были выходные, я их не считаю. То есть, отправил в пятницу, ответ пришел в понедельник в 12.30. То есть, на ответ у них ушло меньше, чем сутки рабочие. И ответ пришел от некой Красильниковой Екатерины Петровны. Кто это, я не знаю. Отношения к 10-му мировому участку она не имеет. Тут другие. Секретарь Мартынова Наталья, помощник Кулакова Татьяна и секретарь Рудык Фарида. Мне кажется, я на Рудык Фариду попал, когда дозвонился. Либо она работает в отделе производства, либо архива, либо секретариата общего мирового якобы суда. В общем, прислали через третьих лиц. Я тут же ответил в благодарстве. Я не сразу увидел это письмо, потому что был занят другими и видео монтировал. Ну, а теперь само постановление. Вынственно трогав в соответствии с законом через три дня после второго заседания. Ну, а дальше читаем те самые сказки, которые доказывают, что дело было 100% проигрышно. Вот тут Елена Петровна пишет нам. Явившийся в судебное заседание Булгаков Антон Николаевич воздержался от дачи пояснений, сославшись на то, что не является лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Но это она про кого пишет? Про себя? Дело в том, что там не было вообще лица. Булгаков Антона Николаевича там не было. Никто паспорт не показывал. Как она установила, что на первом заседании было четверо свидетелей, которые видели, что Булгакова Антона Николаевича там не было. Там был живой мужчина, хозяин имени Антона. На втором заседании вы сами видели, что там тоже не было Булгакова Антона Николаевича. Не было там лица. И сама Елена Петровна признала, что лица там не было, кроме нее. Потому, что она имеет в виду саму себя, как представителя со стороны учредителя РФ, что она явилась в заседание, как представитель Булгакова Антона Николаевича. И воздержалась от дачи пояснений, сославшись на то, что не является лицом. Ну, при мне она это не говорила. Значит, она имеет в виду меня, живого мужчину, что это я это говорил. Ну, я Булгакова Антона Николаевича не представлялся. Я на это признала. Ну, тут какая-то вообще чушь написана. Вот эту чушь пишут ради того, чтобы закрыть дело. Хоть что-то написать. Заслушав Булгакова Антона Николаевича, то есть, она еще и слушала его. То есть, она где-то нашла это лицо. Ну, тут можно, знаете, как интерпретировать, что она сама себя заслушала, как представителя Булгакова Антона Николаевича. Так, дальше приводятся нормы закона. это не интересно. Вот самое главное. Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает возможности привлечения к административной ответственности за неоконченные правонарушения. Так, давайте найдем. Вот комментарий. Незаконченным правонарушением является такое деяние, которое по тем или иным причинам не достигло желаемых целей. Слушайте, я по всему Новоуральску катался. Как не достиг? Мало того, что за вороты проехал. Вот ворота. Вот здесь меня остановили. Мало того, что за ворота заехал. Так еще и меня по всему Новоуральску покатали. Как ты не достиг? Ими является покушение на административное правонарушение. На основании статьи 2.3К покушением на административное правонарушение признается умышленное действие, бездействие лица. Ну, умысла у меня точно не было куда-то проникать. Так получилось. Так, непосредственно направленные на совершение административного правонарушения, то есть на выполнение объективной стороны правонарушения, но при этом правонарушения не было доведено до конца. Ну, а по карте-то видно, что я был в Новоуральске. Я был в закрытом городе. Ну, то есть в решении полное абсурдное написано. В связи с чем, при наличии в действиях лица покушения либо приготовления к совершению административного правонарушения, дело подлежит прекращению в связи с отсутствием состава правонарушения. Не, ну нормально, да, вот 15 должностных лиц решили, что состав правонарушения есть, что действие было оконченным, совершенное с умыслом. Это как минимум 15 должностных лиц. Если там поковыряться в материалах дела, там их может и 20 и 30 будет. Кстати, сама Елена Петровна в ходе, где-то в середине первого заседания заявила, что действительно нарушения в материалах дела имеются. Поэтому для того, чтобы принять законное обоснованное решение, мне необходимо правильно акцентировать внимание на то, что потом ей и основание все-таки для возврата не есть. Ну, тем не менее, с учетом того, что исполняющие обязанности мировоззрительства и приняло проездное устранство и дело, я не думаю, что это сейчас. Ясно. А сразу она этого не увидела. Она это увидела только после того, как я живым пришел. Ну вот, как обычно, они приводят доказательства, что предоставленный протокол, объяснение Холькина Олега Викторовича, акт какой-то они там составили о нарушении пропускного режима, правка на лицо, рапорты сотрудников полиции. То есть, не один, а несколько. То есть, все, доказательная база есть. Плюс вот эти должностные лица все пропустили это дело, дали им уход. То есть, стопроцентно выигрышное дело у них должно было быть. И я всегда вот такие дела, вот с подобными описаниями, у меня это же не первое дело. У меня же не первая административка. Всегда проигрывал и не мог ни обжаловать, не по-всячески пытались. Ни разу не получилось выиграть. А здесь пришел живым и выиграл. Как так? Вместе с тем, приведенные доказательства не содержат данных, позволяющих отнести действия Булгакова Антона Николаевича к нарушению, установленного законом особого режима в закрытом административно-тридидентальном образовании города Нового Уральска. Как не содержат доказательства? А что, вот это все слепые люди, что ли? Они что, не соображают, что не творят? Как это вообще? Как эта система якобы правосудия устроена, что 15 должностных лиц не видят, что доказательства отсутствуют правонарушения? А потом бац, и 15-е должностное лицо, якобы должностное лицо, действительно доказательств нет. Дальше Король Леонид Петровна пишет, что все ее запросы были проигнорированы, направлялся начальнику ОМВД России по городу Нового Уральск, направлен соответствующий запрос, но указанный запрос оставлен последним без исполнения. То есть, ОМВД пошло в отказ и решило не доказывать, что есть состав правонарушения? Или они просто решили не связываться с живым? А, также мировой судья вызвал сотрудников, ну, всех этих свидетелей, которые я вот здесь вот указывал. Я вот все вот эти, 14, все эти 14 должностных лиц, я их вызывал в качестве свидетелей. В том числе и Шерстобитова, и Бойко, и Жарякова. На каком основании они дали ход делу, если протокол составлен на несуществующую персону с недействительным паспортом? Естественно, никто не приехал. Был также направлен запрос по инициативе короля Леонида Петровна в управление Росреестра, что КПП находится на общедоступном земельном участке, тоже оставлен без ответа, тоже полный игнор. Где-нибудь видели, чтобы запросы судов игнорировались и Росреестра, и ОМВД? Я такое впервые встречаю. Ну и Елена Петровна, чтобы хоть как-то оправдать свои действия в отношении живого и хоть что-то написать в этом постановлении, она пишет, что главный принцип административной ответственности это презумпция невиновности, оказывается. А раньше где вы были? Где раньше эти все 15 должностных лиц были? Что они должны были доказать сначала, где этот принцип невиновности был в отношении 20 предыдущих моих заседаний, где я как только не защищался, там даже никто не слышал о таком принципе невиновности, о презумпции невиновности. А тут она раз и всплыла, презумпция невиновности, оказывается, есть, в отношении которого осуществляется производство по делу. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемые к административной ответственности, должны толковаться в пользу этого лица. А, ну конечно. А, ну если это лицо вы, то есть во время второго заседания-то кто присутствовал? Только двое. Я живой мужчина, хозяин имени Антон, и должностное лицо король Елена Петровна, которое, по сути, представляло персону Булгаков Антона Николаевича, которую создала Российская Федерация, вот они и себя оправдывают, неустранимые сомнения в нашей виновности, должны толковаться в пользу нашего лица. То есть они сами себя решили не наказывать. При таких обстоятельствах, конечно, производство по настоящему делу подлежит прекращению, ввиду недоказанности наличия в действиях лица состава административного правонарушения. Все логично. Только завуалировано все. В этом и заключается театр абсурда всех судов Российской Федерации. Они надевают на себя маски, а потом эту маску пытаются на вас накинуть. И как только вы любым действием и словом принимаете эту маску, на вас вешают всю ответственность и выносят решение не по законам РФ, а просто навешивают на вас всю ответственность и наказывают. Выносят такой обвинительный приговор. Не в вашу пользу. Потому что вы эту маску приняли. А если вы эту маску не принимаете, то эта маска остается на их стороне. И они сами себя осудить не могут. В общем, вот такие дела. И вот такое дело. Так что, сами думайте. Я считаю, что дело было... Более того, я уже рассказывал, что я консультировался с профессионалами. Большая команда международных юристов, правоведов. И даже им не удавалось выиграть все мои предыдущие дела. А тут я просто взял и решил попробовать тему живых. Включил и пошел до конца. И выиграл дело. Сделал именно так, как посчитал нужно. И это сработало. Я сам удивился. В общем, все документы будут приложены в описании к видео на страничке Сургута надзора ВКонтакте. Народ используйте, изучайте тему. Это работает, я в этом сам убедился. Я сам не верил, что это работает. У меня были сомнения, сейчас я уверен на 100% что это все работает. Дело было стопроцентно проигрышное. Еще раз взгляните на этот список. 15 должностных лиц как минимум решили, что состав правонарушения есть. И все шло к тому, чтобы назначить штраф в размере 5000 максимальный. Тем более, что и король Елена Петровна имеет, грубо говоря, имеет на меня зуб, хотя общается совершенно культурно, претензий у меня к ней нет. Это самый, вообще, самый замечательный в кавычках судья, который мне встречался на всем пути. Но, тем не менее, я предполагаю, что у короля Елены Петровны был на меня зуб за то, что я выпустил видео о лифтах убийцах. У Байко Дарьи Александровны тоже были ко мне претензии, скорее всего, из-за того, что она закрывалась в кабинете, я это тоже высветил ее. И шестобитого я высвечивал, все его незаконные действия. Именно он выписывал дважды постановление об осмотре моей квартиры. Именно по его постановлениям незаконным, мы доказали, что они незаконны. Ко мне дважды заходили сотрудники отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом домой, а во второй раз вообще дверь спилили, нахрен. И полгода стояла квартира без двери. Ну, вот к этим людям у меня вообще нет претензий. Я им всем наоборот благодарен за безоплатную экскурсию по закрытому городу. Я, конечно, никого не призываю, но если у кого-то в другой возникнет желание, то, я так предполагаю, возможность такая есть. А вот здесь, на стороне города Сургута, ну, все, мне сказали, слушай, у тебя там, все на тебя имеют зуб, так что тебе по-любому, ну, ты по-любому проиграешь этот суд и твоей персоне назначат штраф. Однако нет, не получилось. Самое главное, теперь я хожу вот в эти так называемые суды, как на самый любимый аттракцион. Вот знаете, в парках развлечений есть эти корабли, корабли качающиеся. Вот я теперь их так воспринимаю. Это мой самый любимый аттракцион. Я теперь хожу туда с удовольствием, потому что там я прохожу самые лучшие уроки, которые можно получить в жизни. Вот за определенное отведенное время, если взять любую ситуацию, там работу, там, я не знаю, камеру, там ту же самую психушку, еще что-то. Я в разных и там, и там везде побывал. Но вот суды это самые лучшие уроки. Это есть школа жизни. Вот теперь я туда хожу с удовольствием. Мне теперь там нравится, потому что видео получается самое шикарное. за это отдельная благодарность королю Ленину Петровну. Благодарствую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok